МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шокирующая информация о том, что в доме на Белорусской 4 кувалдой уничтожается частная собственность, взбудоражила всех владельцев квартир. Отказываясь верить в случившееся, они попытались лично узнать, как обстоят дела с их недвижимостью. Но, как оказалось, на территории города Сочи обеспеченные конституцией права собственности действуют весьма избирательно. Владеть квартирой можно, зайти в нее нельзя. Издалека наблюдать, как рабочие бригады, разрушающие имущество, заезжают и выезжают с объекта, тоже можно. Но пройти на территорию своего дома строго запрещается. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Нельзя. Посторонним нельзя. А вы не посторонние. Вы посторонние. Нет. Здесь у нас квартиры. Нет, у вас уже здесь нет. У нас есть, у нас есть права. У нас есть права. Вот документы. Ну что, все, здание на снос. Какие проблемы? Здание не на снос, он просто под арестом. На снос, на снос. Скажите, пожалуйста. Попрощайтесь к участковому. Вчера уже были. А скажите, пожалуйста, сегодня рабочие были на объекте? Сколько человек? Десять. А что они делали? Ломали. Что ломали? Дом. Через забор видно, как все оконные рамы уже уничтожены. За три дня ударной работы разрушены все перегородки на балконах. К руинам своих квартир собственники пройти не могут. Проход на объект строго по спискам. Хозяев квартир в этих списках нет. Нам дали списки, кого пропускали. А кто вам дал списки? Нам, руководство. Ваши? Да. Охраны. Да, да, да. Закон о этих ворот делает крутой поворот куда-то в сторону городской администрации. Собственники уверены, что такое отношение к ним формируется далеко не в будке охранника. Насколько это законно и правильно, этих вопросов здесь уже не задают. Всем давно все понятно. Остается апеллировать к полиции. Мы вызовем полицию и составим. Просто нам нужно понимать, в чьей квартире демонтировали стены. Понимаете? Я хочу уже подать. Мы знаем, что их сносит. Просто хотим понять, у кого из собственников уже нет перегородок между комнатами. Ну, Велес, звоните там, что вам скажут. Не, ну вы же охрана. Не, у нас нет контакта Велеса, поймите. И у нас право не аннулировано. Квартиру эти. Ну все уже, на снос здание. Что вы? Ну где это написано? У нас право собственности. И все. Что еще? Этого недостаточно? Ну если здание на снос назначили, все. Так я говорю, сносы нет. Так право не аннулировано. Понимаете? Значит не аннулировано. Значит люди собственниками не влияют. Значит не аннулировано. Значит опять продолжается. Ну а на каком основании тогда сносят? Вы понимаете, что это... Ну звоните в суд. Мы позвонимся с полицию. Звоните. За исполнение решения суда о сносе отвечает служба судебных приставов. Собственники квартир пытались дозвониться до них в течение получаса. Результат выглядит примерно так. Судебные приставы в этот день оставили проблему на белорусской библиотеке. Без внимания. Адлерский отдел полиции на первый взгляд оказался более внимательным. Мы собственники квартир на улице Белорусской в доме. Дом 4. В настоящий момент здесь производятся демонтажные работы. Хотя нас не пропускают на объект. Хотя есть... У нас производят демонтажные работы. Да, у нас право собственности. У нас квартира в этом доме. Какие-то люди производят демонтажные работы. Разрушают наш дом. Общее имущество. Разрешают наш дом? Разрушают. У нас так на ряда по направлению осложнений. Но мы не хотели бы, наверное. Мы хотели бы точно, чтобы приехал участковый и зафиксировал наше обращение. А через сколько подъедет участковый? Как освободиться? Хорошо, спасибо. Будем ждать. Я вас принял. Хорошо. Ну, направим к вам наряд. Хорошо, ждем. Каким бы вежливым и внимательным не казался дежурный Адлерского отдела полиции, но никто из полицейских в тот день так и не появился. Опытки администрации города лишить владельцев квартир на Белорусской их имущества еще находятся на рассмотрении в Адлерском суде. Но сами квартиры уже оказались за решеткой. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Продолжение следует... Продолжение следует...